Всем привет! И сегодняшнее видео будет снова про брови. В последнее время я укладываю брови дома, потому что поход в салон стал для меня неким экспериментом. Сгорят мои брови или останутся вместе со мной. А все это из-за того, что они у меня очень тонкие и требуют индивидуального подхода. Мне кажется, я его нашла. На данный момент у меня волосы без долговременной укладки и даже краски. Я нашла самую популярную хну, которая есть в интернете. Говорят, она окрашивает брови на несколько недель, делает жестче волоски, и они легче будут потом зачесываться. Какое-то прям чудо. Любая хна из-за того, что она натуральная, может вызвать аллергическую реакцию, поэтому советую делать тест-полоску. Вечером, после покупки хны, просто берем одну капсулу и, да, тратим средства. Я не хочу лишиться бровей, поэтому я это сделала и была спокойна. За то, что у меня не будет ни ожогов, ни волдырей, и брови останутся на месте. Наконец-то можно покрасить брови. Благо, для того, чтобы развести эту хну, не нужно ничего дополнительного покупать, кроме емкости. Все нужные инструменты уже есть в коробочке. Запомним, так выглядят мои брови до. Беру одну штучку средства, она находится в капсуле. Баночка миниатюрная, и хны, похоже, не очень много. Я разрываю одну капсулу и высыпаю все средства в тару, в которой буду смешивать с водой. Воду нужно добавлять из пипетки, всего лишь несколько капель. Где-то говорят, что хне нужно настояться, чтобы она активировалась. Я просто развожу до консистенции жидкой сметаны. По запаху немного пахнет аммиаком, но хна вроде бы абсолютно безаммиачная. Я добавила слишком много воды, поэтому немножечко добавлю хны. Боюсь, что средство у меня закончится раньше, чем я покрашу себе брови. Размешала все без комочков, и текстура стала прям гелевая. Мне кажется, ее удобно будет нанести на брови. Чтобы сделать разметку, я попыталась использовать лайфхак с ниткой. А это берешь консилер, саму нитку, строишь прямую, ей перпендикуляр, и относительно этого выстраиваешь свою форму бровей. Но как же это сложно, вся эта возня с ниткой занимает очень много времени. И именно поэтому я решила отказаться от этого способа. Так как я уже знаю свою форму бровей, я решила прибегнуть к обычному белому карандашу и сделать разметку им. Перепроверять я буду через зеркало, чтобы одна бровь не была выше другой. В тиктоке я видела, как девушки это делают и остро наточенным коричневым карандашом, потом растушевывают его. И хочу, чтобы он сливался с моими волосками, поэтому я использую белый. Пока что мой набросок выглядит не очень аккуратно, но я стараюсь его ровнять по тем же линиям перпендикуляром. Хвостик, чтобы был чуть дальше глаза, и наивысшие точки брови были одинаковые. Получилось как-то так. От руки не очень аккуратные, я сверю все через зеркало и вернусь к вам. Переходим к нанесению. Хна стала более густая, прям гелевой консистенции. Я ее наношу снизу полоской. Так обычно начинает все нанесение хны, чтобы эта полоска была темнее, чем вся остальная бровь. Мои брови совсем блеклые, поэтому я буду прокрашивать весь уголок. Мне нравится, когда кончик брови читается, поэтому я закрашиваю его полностью. Немного токсикоманю. И вторую бровь мне делать абсолютно мучительно. Я пришла к выводу, что инструмент, который шел в комплекте, а.к.а. палочка, нужно просто выбросить. И использовать кисть. А все потому, что он не может сделать ту ровную линию, которую делают все бровисты. Это получится только кистью. Господи боже, кто придумал эти щеточки. Я настолько старалась нанести этой палочкой, что даже использовала другую сторону для подчищения. Хотя изначально кистью бы получился более ровный рисунок и плотное покрытие. Так что не повторяйте моих ошибок. Пока я так долго распределяла хну этой палочкой, можно уже переместиться и накрасить всю бровь полностью. Теперь я убираю излишки. Это то количество времени, которое я держала хну на брови, чтобы получился градиент. Я попыталась убрать начало бровей влажным ватным диском. У меня плохо вышло. И я взяла обычную щетку. Поскольку хна немного сыпучая, я ее могу счесать. Убираю весь продукт до середины брови. Заодно прочесываю свои волоски вместе с хной. Но нужно делать это аккуратно, чтобы не травмировать кожу. Подождала так еще минута к 7 и решила все смыть. Потому что брови уже стали темными и время окрашивания уже прошло. Чтобы не травмировать свои брови, я сначала прикладываю ватный диск к брови. И когда хна впитает воду, я стягиваю все вместе с продуктом. Мастера по хне говорят, что ее снять достаточно проблематично. Именно из-за того, что она застревает в волосках. У меня это получилось сделать достаточно просто. Может быть из-за того, что эта хна имеет больше гелевую текстуру, чем рассыпчатую. Со второй брови я поступаю точно так же. Сначала размачиваю, а потом снимаю. Прочесываю брови щеточкой, чтобы там точно не осталось хны. По моему лицу видно, что я очень довольна, как окрасились брови, а окрасились даже самые маленькие волоски. Я использую консилер, чтобы посмотреть уже готовую работу, как это будет выглядеть в макияже и нужно ли будет мне дополнительно подкрашивать еще брови. Волоски на бровях действительно стали плотнее. И даже не зачесывая их гелем или мылом, они смотрятся плотными. Их видно на моем лице. Прорабатываю все маленькой кисточкой от Шик. Она идеально растушевывает консилер. Брови done. Принимайте работу. Неужели вы поверили, что я не попробую зачесать брови гелем? То ли из-за того, что я неправильно нанесла разметку или использовала эту палочку вместо кисти, у меня получилась нечеткая линия снизу. Это мне не очень нравится, хотя брови выглядят естественно. Поэтому я попробую зачесать брови гелем и придать им еще больше текстуры. Да, так мне нравится намного больше. Все-таки хна не дала ощущения долговременной укладки, но брови получились клевые. Ловите результат. Вот такие вот брови у меня получились. Надеюсь, вам понравилось это видео и оказалось для вас полезным. А с вами была Даша Кей. Увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok